Еще до окончания войны Киев должен разработать стратегию безопасности Украины в будущем, уверены эксперты. По их словам, единственным гарантом мирного неба и территориальной целостности страны станет НАТО. Ведь даже обещанные международными партнерами гарантии безопасности не заменят членство в Альянсе. Без безопасности здесь не будет нормальной жизни ни по западным, ни по каким другим стандартам. Модель безопасности – это вопрос номер один, сколько бы мы об этом ни говорили. Я считаю, что не существует на сегодня, может завтра будет что-то другое, но сегодня нет альтернативы нашему членству в НАТО, как основы нашей безопасности. Все остальное, что есть, может быть вынуждено определенными промежуточными или временными реалиями. Если Украина после окончания войны не имеет альтернатив, страну ждет членство в НАТО и Европейском Союзе, то у России несколько сценариев будущего. Первый из них – тотальная изоляция агрессора, политическая и экономическая. Параллельно поставки вооружения Украине западными партнерами, как элемент сдерживания от попыток военной агрессии Кремля в будущем. В оптимистическом сценарии двадцатка, которая собирается, должна просто не принимать никого из России. Это сценарий политической воли, это сценарий решительных действий, это сценарий, по крайней мере, когда НАТО поймет, для чего они вообще создавались. Сценарий, который я называю, это политика недопущения, а не политика сдерживания. В этом сценарии на нашей стороне должны выступить те страны, которые сегодня являются нашими партнерами. Второй сценарий – распад России на несколько государств. Эксперты уверены, центробежные силы Федерации существовали еще до начала полномасштабной войны против Украины. Сам того не понимая, 24 февраля 2022-го, Путин, приняв решение о вторжении, ускорил эти процессы. Проигрыш в войне против Украины, считают специалисты, может стать спусковым крючком, после чего кремлевская власть посыпется, а Россию захлестнет смута. С Российской империей есть опыт. Есть опыт как Царской, так и Советской империи. Они распадались не из-за какого-то внешнего влияния, а каких-то внешних сил. Они сами распались. То есть там было поражение в войне, Первой мировой войне и в Афганской войне, можно сказать, в Холодной войне. И этого было достаточно для распада как Царской империи, так и Советской империи. Конечно, Украина играла значительную роль, по крайней мере, в распаде Советской империи. Для чего должна быть эта трансформация России? Не просто потому, что мы все любим демократию, а Россия сейчас авторитарная, нам это не нравится. Для того, чтобы в конечном итоге, в некотором отдаленном будущем, если мы будем заглядывать за некоторые временные рамки, чтобы Запад мог рассматривать Россию, возможно, не как дружескую страну, но хотя бы та страна, которая не будет помогать Китаю противостоять Западам. Россия в конечном итоге для многих хотела, многие хотели бы рассматривать ее, как некоторую, опять же, если не совсем уж дружественную страну, но как некоторого, хотя бы нейтрального союзника в борьбе с Западом, в борьбе с Китаем. При этом хрупкость режима в России ощутимо уже сейчас, уверены эксперты. Как пример вспоминают так называемый марш на Москву Евгения Пригожина. Ни региональные власти, ни население страны-агрессора в своем большинстве не выступили против мятежников. Что такое путинский режим? Это режим, в котором все-таки есть дефицит легитимности. Это режим, построенный на принуждении фактически. То же самое было, когда в 1991 году запретили коммунистическую партию Советского Союза, при том, что было 19 миллионов членов. Никто не вышел на акции протеста. Теперь абсолютно та же картина. Это комплекс факторов и патерналистское население, и вера в царя-батюшку, когда этот плохой, давайте другого. Весь этот процесс сопротивления, он зреет медленно, но происходит мгновенно и начинается с хрупкости. Не стоит забывать и о притеснениях малых народов России, напоминают специалисты. Регионы, которые и до войны жили бедно, а сегодня пострадали от принудительной мобилизации, скорее всего, сыграют свою скрипку в процессе децентрализации власти, а возможно и распада страны. Лариса Зубенко, Сергей Савчук для телеканала Freedom. Об этом говорим далее. С нами на связи Олег Дунда, глава межфракционного объединения Верховной Рады Украины за деколонизацию и демонтаж российской империи. Олег, приветствуем вас в телеканале Freedom. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Приветствую. Олег, смотрите, вот мы тут давали историю по Пригоржину, соответственно. Я хотел бы как раз вот у вас спросить, потому что сейчас разные есть мнения, в частности, Институт изучения войны пишет о том, что вот эти центробежные процессы по факту несостоявшегося мятежа Пригоржина, они и в дальнейшем присутствуют, как я понимаю, на разных уровнях кремлевских башен. Ну и разные СМИ, в том числе и Москов Таймс, также пишут, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю и вооруженным силам Российской Федерации. Да, кремлевское руководство по этой информации допускает, что несмотря на физическое устранение предводителя наемника Вегения Пригоржина, угроза нового военного мятежа в Российской Федерации все же не исчезла. Как бы вы оценили сегодняшнюю обстановку с учетом и центробежных сил, и возможностей новых каких-то мятежей? После так называемого бунта Пригоржина ничего же не изменилось. Да, устранили Пригоржина, но настроение что осталось? Мы прекрасно помним, как этот бунт происходил, когда ни один так называемый правоохранительный орган, никто из представителей силовых структур не вышел защищать Москву и защищать центральную власть. Это говорит о том, что такого желания отсутствует и никто не хочет ложить свою жизнь за властителя Новогорёва. Более того, самое важное замечание это то, что в тот момент главы регионов практически не поддержали Москву. То есть из 90 регионов, по-моему, 4 или 5, там Кадыров, Татарстан, Белгород выступили с заявлением о полной поддержке Путина, о полной поддержке властвующего режима. Все остальные либо отмолчались, либо сделали такие общие заявления. Мы за мир и вообще это не наше дело. То есть это после того, как устранение Пригоржина их же настроения не изменились. То есть эти люди остались. Те люди, которые шли с Пригоржиным на Москву, там порядка 5000 бойцов, те люди, которые записывали так называемый видосик, они тоже остались, они тоже присутствуют. Многие из них, скорее всего, недовольны, как устранили Пригоржину, каким образом. Более того, тот способ, как был устранен Пригоржин, он еще более разваливает эту систему изнутри. Потому что до последнего момента они пытались в Москве делать вид существующих институций. Якобы есть Госдума, которая что-то принимает, что-то голосует. Есть суды, которые принимают решения, да, по плохим законам, да, по кровожадным законам. Но это все равно решение суда, это все равно условная подпись, условная печать. Были прокуратура, которая во исполнении решений судов что-то делала. Были правоохранительные органы, которые там действовали в соответствии с процедурами и инструкциями. А убийство Пригоржина показало, что все. Вот больше вот этой формальной занавесы, вот больше вот этого сцены, театра, исполнения каких-то институций больше там не существует. Есть вот, когда у вас в ролике была Галина Зеленкова говорила о том, что вот есть царь, если у него есть сила и власть, если у него есть возможность сбить самолет и так далее, до того момента он царь. Как только появляется человек, который условно там Красноярске, Новосибирске, имеет свои батальоны и ничего с ним сделать невозможно, значит царя больше нет. То есть отсутствует вот эти вот ситуации с Пригоржиной, устранена полная законодательная процедура легитимизации силы власти. Вообще. То есть уже невозможно прикрыться какими-то законами, они не действующие. Кто сильнее, у кого больше дивизий, тот и является властью. А это вот, как та же Алина сказала, это хрупкость. То есть снаружи это может казаться сильная, такая сильная власть, устойчивая власть. Но внутри она хрупка и она обрушивается в один момент. И это уже в Российской империи проходило не единожды. Та же Российская империя 17-го года, 16-й год казалась, что так же сильна, так же устойчива. А достаточно была недели бунтов и Российская империя фактически распалась. Либо Советский Союз, кто бы мог подумать в 89-м году, что через год-два этого Советской империи не будет. А так же само оказалось, что она внутри хрупка, потому что нет. Вот эти вот приводящие ремни между центром и регионами, колониями, они не рабочие абсолютно. И поэтому она рассыпалась. Такая же ситуация сейчас находится в России, когда легитимность определяется одним человеком. Вот и все.